Я приветствую вас! Сегодня новая модальность – позитивная психология. Так, присоединяйтесь. Здравствуйте! Напишите, как видно, как слышно. Сегодня у нас позитивная психология. Рада вас всех видеть. Напишите, пожалуйста, как слышно, как видно. Сегодня у нас в эфире позитивная психология. Спасибо, все отлично слышно, видно. Хорошо, хорошо. Хорошо. Будем постепенно начинать. Будем начинать. И я действительно очень рада познакомить вас с этой модальностью «Позитивная психология», потому что это нечто особенное во всех модальностях, отличающееся таким принципиально иным подходом и таким подходом, который мне лично очень по душе. Итак, что же такое позитивная психология и чем она отличается от классической психологии, от других модальностей? Сегодня у нас урок «Введение в позитивную психологию», поэтому мы начнем с самых азов, с самого начала. Здесь я вам сегодня дам немного теории, и чуть позже вы сможете принять, потому что позитивная психология — это такая экспериментальная психологическая наука, вы сможете тоже сегодня принять участие в интересном эксперименте. Мы проведем такой тест исследования для вас, будет очень интересно. Итак, что же такое позитивная психология, определение? Позитивная психология — это психологическое направление, изучающее положительные аспекты человеческой психики. В принципе, нам название уже подсказывает, о чем позитивная психология. То есть, если в классической психологии фокус внимания на проблемах и на патологиях, то предмет позитивной психологии, он делает акцент на том, что помогает нам сохранять позитивный настрой, на том, что делает нас счастливыми, на том, что стимулирует наше психическое здоровье, на том, что сохраняет наше здоровье психическое, в таком самом хорошем уровне, в таком тонусе. Поэтому позитивная психология, она кардинально отличается от классического подхода, где мы ищем проблему, где мы рассматриваем, смотрим у человека, есть ли какие-то у него отклонения. Здесь совершенно иной подход, здесь фокус на позитив. Если вам откликается, напишите восклицательные знаки, здесь в комментариях, чтобы я видела, кому откликается такой подход. Подход, который ориентируется на позитивные черты нашей сущности, нашей личности, нашей психики. Итак, вообще основатель направления позитивной психологии – это американец, психолог Мартин Селигман. У меня, кстати, есть его портрет, вы можете посмотреть в сторис и увидеть этого улыбчивого, позитивного человека, такого, да, мудреного уже годами. Вот, позитивная психология относительно такая, новая наука, да, новое направление, новая модальность. И Мартин Селигман такой пионер этого направления. Действительно тот, кто является отцом-основателем его, тот, кто положил свою жизнь на эксперименты, на исследования, того, чтобы выявить, что же нас делает на самом деле счастливыми, а что делает нас менее счастливыми, да. Есть мнение у некоторых людей, что, наверное, позитивная психология – это что-то там про позитивное мышление, да, вот эту идеологию позитивного мышления. Улыбайся, говори, что все будет хорошо, и все будет отлично, все будет замечательно у тебя сразу хорошо. Позитивная психология лишь косвенно касается, да, вот этого мышления, да, потому что она не основывается на каких-то голословных заявлениях, да, она основывается на фактах, на научно доказанных фактах, и все эти исследования, социологические опросы и так далее дают объективную информацию о том, что же делает нас счастливее. Почему Мартин Селигман решил вообще создать позитивную психологию? Дело в том, что в его собственной практике, да, это дало огромный эффект, огромный результат. Он работал с людьми и иногда замечал, да, такое некое опустошение после проведенной работы, и выяснялось, что у них вроде бы, да, уже сейчас ничто не беспокоит, но привычки быть счастливыми нет, и в этом такая вот пустота крылась. Но об этом мы еще поговорим. Мартин Селигман считает, что человек может сам воздействовать на свое психологическое состояние, на свое мышление, то есть здесь огромная такая заложена вера в человека, в его способности, в его вот эту вот направленность на то, чтобы созидать свое собственное мышление, корректировать его, делать его более здоровым. То есть здесь, да, он тоже делал эксперименты с собаками, да, по примеру нашего Павлова, и тоже выяснил очень много для себя интересного, да, в этих подобных экспериментах, изучал выученную беспомощность, да, и вывел такой термин антипод, выученный оптимизм. То есть об этом, да, мы говорим уже с такой научной точки зрения, что действительно можно научить себя не только находиться в какой-то выученной, беспомощной ситуации, но и действительно научиться этому оптимизму и сделать это своей привычкой, да, оптимизму в хорошем смысле слова, да, не в таком медийном смысле слова, когда улыбайся, говори, что все хорошо, как я уже сказала, да, и все будет у тебя отлично. Нет, здесь именно такой научный подход, и в чем его преимущество? Это не просто какие-то, да, философия, воззрение, мнение, рассуждение. Этот подход, он подкреплен огромным количеством диагностических тестов, огромным количеством инструментов, то есть это огромный такой багаж знаний, которые существуют. И давайте поговорим, да, что же там еще говорит наш уважаемый Мартин Селигман, какие принципы или три ступени на пути к счастью он выделяет, да. Начинаю приоткрывать завесу тайны, да, что же такое счастье, что же такое позитивный подход. Первый пункт озвучиваю вам. Вам это, безусловно, комфортная, приятная такая жизнь. То есть, по словам Мартина Селигмана, это такое поверхностное счастье, назовем его, да. Это первый этап, да, первая ступень на пути к счастливой жизнью. Второй шаг, да, второй шаг, идем глубже. Это проработка сильных сторон личности и состояние потока. Про состояние потока мы еще поговорим. То есть это уже такой более глубинный уровень счастья. Повторю, проработка сильных сторон личности. Видите, тут есть маленький нюанс. Не попытка как-то вот слабые прокачать, да, свои стороны личности. Не попытка прокачки каких-то слабых своих сторон личности, а именно проработка сильных сторон и состояние потока. Определение состояния потока я дам. И в том числе, да, по-моему, есть тоже в сторизах. И третье, третье, что же, какая же третья ступень счастья существует в жизни человека. Это, безусловно, высшая цель. Это такое состояние, когда вы уже готовы не только, да, работать над собой, раскрывать себя, быть в состоянии потока, творить, жить в каком-то комфорте, да, в приятных условиях. Но это еще и наличие какой-то высшей цели. Как правило, эта высшая цель связана с тем, что мы приносим какое-то благо другим людям. Вот, как здесь сейчас, да, вот все преподаватели, которые работают в академии, тоже несут свое благо людям. Первое, это, напомню, комфорт и такое вот на первом уровне счастье, да, приятное существование, да, приятная жизнь. Хорошо. И также Мартин Селигман дает еще одну подсказку. Он разработал модель латинский, да, английские буквы, перма, да, если так вот, на латинице, да, где, соответственно, раскрывается его план, ведущий к благополучию. Вот, напишите плюсики, кто хочет услышать план, ведущий к благополучию, да, потому что позитивная психология, такой очень прикладной инструмент, отлично работает не только на ваших клиентах, но и на вас самих. То есть, если вы сами такой унылый, нежизнерадостный человек, да, возможно, позитивная психология будет, да, не очень вам откликаться. И, может быть, не так будет мощно работать на ваших клиентах. Если же вы сами проникнетесь этой философией, этим подходом, этой модальностью, то, безусловно, да, дела пойдут в гору, да, в этой модальности у вас. Хорошо. Итак, модель, план нашего уважаемого американского коллеги, который, по его мнению, приводит к благополучию в жизни, да. Давайте узнаем, что же это такое, что же ученые выявили, что же они нашли. Первое. P. Positive emotions. То есть, позитивные эмоции. Ну, о чем, да, то есть, о чем тут можно сказать, да, нам срочно нужно узнать этот план, да, он очень актуален для многих будет. Позитивные эмоции, да. Что же такое позитивные эмоции? Мы привыкли реагировать негативно, ну, в силу, да, не зря же позитивная психология тоже, да, друзья, пришла к нам из Америки, потому что, вы знаете, есть такое понимание, как знаменитая американская улыбка, да, такой вот их открытый подход к жизни, попытка найти во всем какие-то позитивные стороны. У нас немножко иной менталитет, который нам иногда ставит такие палки в колеса, да, так будем говорить, и действительно мы не всегда имеем такой навык искать, да, позитивные эмоции, напитываться позитивными эмоциями. Поэтому первое это positive emotions, позитивные эмоции, да. Где же брать эти позитивные эмоции? Мартин предлагает нам брать позитивные эмоции из мелочей жизни, да, не обязательно брать позитивные эмоции только при покупке квартиры дома, при покупке машины, при реализации какого-то крупного вашего проекта, да, это, ну, не будет вас поддерживать на ежедневной такой, да, основе, естественно. Поэтому предложение Мартина брать позитивные эмоции каждый день из разных мелочей жизни. Ваша чашка кофе или чая, вкусное блюдо, прогулка. Вот сейчас такая райская погода просто будет напитывать вас вот этими positive emotions, да, позитивными эмоциями. Это умение искать, да, видеть во всем красоту, улыбаться всем ситуациям, да, увидели там милого пса на дороге, да, улыбнулись и подпитались еще, дали себе такую витаминку, инъекцию маленькую позитивных эмоций. Это первое, да, такое самое элементарное, самое простое, но чем, да, никто не занимается, да, у нас все время люди про это забывают, про позитивные эмоции. Positive emotions — это первая часть этого плана. Второе, да, пи, да, и переводится это как engagement, то есть вовлеченность, то есть ваше такое неравнодушное отношение к жизни, неравнодушное отношение к тому, что происходит вокруг, но не в смысле того, что вы начинаете кого-то спасать, да, впадая в комплекс спасателя. А здесь именно такой вот, такая страсть к жизни, любовь к жизни, такая вовлеченность в жизнь, навык пребывания в моменте здесь и сейчас. И здесь тоже очень важно, да, в этом пункте раскрывается понимание потока. Вот все говорят, да, наверное, мне кажется, каждый абсолютно из вас слышал, что вот существует состояние потока, как войти в состояние потока, как в состоянии потока что-то достигать, да. Но далеко не все на самом деле понимают, а что же это такое вообще, вот это вот состояние потока, сейчас я дам вам определение, не переживайте. Что же это такое состояние этого загадочного потока? Напишите, если вы знаете, что такое состояние потока, напишите «Я знаю», да, и вы проверьте, насколько ваше определение, ваше понимание сочетается, да, с определением, которое нам выявили, да, ученые, исследователи позитивной психологии. Если вы не знаете, если вы где-то сомневаетесь, напишите «Не знаю», да, так я пойму, насколько вы готовы, да, к этому определению. Здесь сейчас есть предположение. Ага, Наталья знает, пишет. Ага, хорошо. Да, все по-разному, кто-то не знает, это нормально, хорошо. Итак, давайте посмотрим, да, то есть, безусловно, у всех свой словарь, у всех свое понимание, ваши определения сохраняются, остаются, никто их не отменяет. Мы относимся, да, с уважением ко всему этому, ко всем вашим знаниям, навыкам уже приобретенным. Здесь мы, возможно, альтернативно, да, посмотрим на то, что же такое поток в понимании, да, нашего ученого, нашего основателя позитивной психологии. Итак, поток — это окрыляющее ощущение приподнятого настроения и энергетического всплеска, которое, внимание, которое развивается, да, при стремлении к важной для человека цели. Такой не просто, да, искусственно созданной цели, а такой истинной цели, настоящей цели, не придуманной социумом, а его истинной, такой внутренней, да, цели к его желанию. Прочитаю еще раз, окрыляющее ощущение, то есть, все вы, наверное, знаете, да, даже из детства, вот это вот окрыляющее ощущение, вот когда вы получили какую-то, не знаю, может быть, новую игрушку, новое лего, какой-то любой другой конструктор, и вы смотрите на него, и вы видите вот эту картинку, как можно его собрать, да, этот конструктор, и у вас внутри возникает окрыляющее ощущение. Боже мой, как же это будет здорово, когда я это соберу, и у меня получится вот такой результат, вот такой проект. Да, окрыляющее ощущение. Ну, мы и во взрослой жизни тоже его часто используем, да, это ощущение, испытываем его, когда мы предвкушаем что-то такое интересное, классное, здоровское такое, да, окрыляющее ощущение. Приподнятого настроения, то есть, это хорошее такое позитивное настроение, даже вот приподнятое, то есть, это не просто хорошее настроение, это так вот по шкале, да, хорошего настроения, где-то вот там на десяточку, на одиннадцать даже, то есть, оно такое вот, да, приподнятое, приподнятое, то есть, даже выше обычного, какое оно бывает. И энергетического всплеска, то есть, в этот момент, когда вы, да, в энергетическом таком всплеске, в подъеме находитесь, у вас появляется огромное количество сил, энергии для того, чтобы делать вот это дело, да, для того, чтобы стремиться вот к этой цели, то есть, вы, как это можно определить, вы забываете обо всем, что происходит вокруг, вы не слышите звонок телефона, вы теряете счет времени, вы полностью погружаетесь в процесс, как будто бы, знаете, есть такая фраза, окружающий мир, остальной мир перестает существовать, да, в этот момент. И, безусловно, это вот состояние, оно такое очень ресурсное, такое очень глубокое, всепоглощающее, да, которое развивается при стремлении к важной цели. Поэтому здесь, да, вот хорошую литературу вам рекомендуют, психология оптимального переживания, да. И это такая эмоция, действительно, которая позволяет нам быть в таком особом состоянии, и я думаю, что вы уже поняли, что, да, безусловно, здесь состояние счастья присутствует уже в самом определении, когда мы его читаем, мы же можем чувствовать. И вот, да, это и окрыляющее ощущение, да, воспоминания такие в теле, да, у нас воспоминания такие в разуме, да, вот в душе появляются. И вот эта приподнятость, да, настроение и энергетический всплеск. То есть даже помнить о том, что такое состояние потока, знать определение, уже полезно для того, чтобы, да, прийти к этому состоянию. И видите, тут важное условие, да, состояние развивается, когда вы стремитесь к какой-то важной для себя, да, истинной своей цели. Поэтому для того, чтобы быть в потоке, важно иметь такую цель, истинную цель. И наличие этой цели будет вас заряжать, да, и вы будете чаще входить в состояние потока. Хорошо, хорошо. Дальше, да, дальше у нас идет пункт relationships, да, взаимоотношения, хорошие взаимоотношения. Не секрет, уже проводилось много исследований, вы это читали, что коммуникация между людьми, возможность обмениваться информацией, делиться эмоциями, чувствами, переживаниями, впечатлениями, возможность, да, быть в социуме, да, все-таки мы люди, мы социальные животные, да, вот так вот в кавычках я нас назвала животными. И мы зачастую все-таки привыкли жить в социуме, в обществе, мало кто из нас является жителем необитаемого острова. И для нас это, ну, и такая естественная часть жизни дружить, общаться, да, партнериться, взаимодействовать. И вот эти вот хорошие взаимоотношения, они играют тоже важную роль в том, чтобы быть счастливым. Дело в том, что, действительно, если у вас нет, да, друзей, а вы в этом нуждаетесь, если у вас нет единомышленников, вот, кстати, Академия это отличное место, где вы можете найти единомышленников, своих соратников и чувствовать вот эти вот, развивать хорошие взаимоотношения. Если у вас этого нет, обязательно, да, идите на курсы, идите на улицу, да, идите, общайтесь, дружите, знакомьтесь, расширяйте перечень своих контактов, да, расширяйте, вот, да, иногда вот ваше любимое дело, ваша цель, да, истинная, важная для вас, может помочь вам найти вот так же горящих людей, да, заряженных на позитив, на решение, на достижение этой цели. И мало того, что у вас там включится такая мощь групповой индукции, да, сила групповой индукции, вы легче достигнете этой цели, так еще у вас будут единомышленники, будут вот эти вот хорошие взаимоотношения. Хорошо. Дальше, M, meaning, значение, да, значение. То есть определенная осмысленность должна быть, осознанность, да, в жизни, и это будет тоже давать вам, да, вот понимание, вот, да, вот истинное, да, вы пишите в комментариях, найти непросто, да, в контакте с собой, в контакте со своими желаниями, да, вы это обязательно проработаете, да, еще также ввиду модальность регрессия, и там вы можете с помощью регрессии поискать, где вы потеряли навык искать, да, вот понимать, что ваше, что не ваше, потому что вспомните, в детстве никаких проблем не было у вас с пониманием, что вы хотите именно эту куклу, а не эту. У вас не было никаких вообще противоречий, что вы хотите попрыгать именно по этой луже, а не по этой, что вы хотите быть с этим человеком, держаться за руки, обниматься с ним, а не с этим. Не было у вас никаких проблем, чтобы определить, что ваши, а не ваши. Вот, и с помощью вот второй модальности, да, которую я преподаю, вы сможете найти вот то, что было в прошлом, да, вот эту вот всю историю. Вот, на самом деле, когда вы в контакте с собой, когда вы дружите с собой, когда вы проработали там какую-то травму, где вам было небезопасно быть в контакте со своими истинными желаниями и целями, где вам прививалось обратное, где вам насаждались, да, какие-то вот свои, да, представления об истинном, вот как в детстве, да, ребенок идет и говорит, «Мама, мне жарко, у меня руки потеют, можно я сниму эти колючие неприятные варежки?» Мама говорила «Нет, тебе холодно!» То есть, ну, как бы мы обесцениваем немножко здесь чувство, да, мнение ребенка, ну, то есть он говорит «Нет, мне правда жарко, можно я их сниму?» Мама говорит «Нет, тебе холодно!» Он такой «Так, делает вывод, то, что я чувствую, неправильно!» Мама-авторитет говорит, что холодно. «Я чувствую, я понимаю, я осознаю, неправильно!» Мама права, да, ну, это не с одного раза случается, если это регулярно, естественно, да, такой стиль воспитания. И тут истинные желания как раз наши закрываются, и потом нам приходится, да, их восстанавливать. Но если вы восстанавливаете контакт со своим истинным, да, вот этот план Мартина, он реализуется на 100% без препятствий. Итак, значение, да, то есть мы должны, да, осознавать, в чем смысл нашей, да, жизни, деятельности. Нужно, да, вот быть в такой хорошей осознанности. Благодарю, да, вот за этот вопрос в чате, который вы озвучили. Действительно, вот это вот позволяет все нам быть в контакте с собой, да, и действительно обретение смысла жизни, осознанность делает ее счастливее. Делает ее счастливее. Хорошо. И A, последняя буковка, да, по-нашему A, это accomplishment, достижение. Достижение. Здорово, если у вас в жизни, да, такая вишенка на торте в этом плане. Здорово, если в вашей жизни будут достижения. Если вы сможете гордиться какими-то своими результатами. Не обязательно это какая-то многомиллиардная корпорация, да, здесь достижения немножко по-другому понимаются. Когда вы умеете ценить свои результаты, да. Например, например, вы приготовили вкусный яблочный пирог. Приготовили вкусный яблочный пирог. И он у вас такой пышный, такой вкусный, такой восхитительный получился, да. И вы можете сказать, я отлично готовлю пироги. Вы можете взять и сфотографировать, да, этот пирог и почувствовать, да, насколько это здорово, что вы такая талантливая, такая классная. Потому что мы тоже имеем такую некую привычку постоянно себя обесценивать. Да это какие-то мелочи, да это каждый может, да в этом нет ничего особенного. Да, вот казалось бы, вы здесь обучаетесь в академии, но уже прошел месяц, да, с лишним. И вы уже на самом деле получили хорошую базу, да, знаний каких-то. Вы уже получили базу практических инструментов, но до сих пор среди вас есть те, кто обесценивает этот опыт, обесценивает, да, немного вот эти знания. Вы не можете сказать, о, я уже хороший начинающий специалист, такой подкованный, да, начинающий специалист, так скажем. Я могу, я могу практиковать, я могу, да, не только там за отзыв, а где-то взять еще сумму какую-то, да, за это. У меня все получится, да, я провели сессию, у меня хорошо получилось, да, я, клиент получил результат, я рад. А не говорить, что, ой, ну, наверное, у других как-то лучшее, или я, ну, конечно, я не самый лучший, да, специалист пока еще, ну, что-то я сделал, ну, как-то я немного помог, да. Сразу вот это вот обесценивание, да, конечно, смысл в нас самих, но если мы вот этот же смысл в нас самих обессмысливаем, обесцениваем, то внутри остается пустота. Поэтому это является все, что вы творите, является продуктом, который вышел из вас самих, безусловно. И этот ваш продукт оцените, примите это достижение, присвоите себе это достижение, так я говорю, обязательно вот вам лайфхак, когда мои клиенты, когда, да, те, кто ко мне приходит на консультации, да, они получают хорошие результаты после сессии, чувствуют часто вот это вот состояние потока, да, потому что видят дальше перспективу, да, куда им двигаться, да, убираются вот эти вот шоры, убираются старые какие-то блоки, преграды, и открываются вот путь к этим истинным целям, желаниям. И я всегда говорю, обязательно после сессии, да, побудьте с этим, да, побудьте с этими ощущениями и напишите свои инсайты, инсайты, напишите свои, да, впечатления, инсайты, какие-то выводы, решения по итогам сессии для того, чтобы еще раз закрепить это, или, как я люблю говорить, да, для того, чтобы присвоить себе эти результаты. Поэтому очень важно присваивать себе результаты, отмечать достижения, которые, да, есть у вас, и в том числе, вот вспомните, мы, когда, да, занимаемся коучингом, один из важных пунктов, это вот благодарность и мотивация, там, где мы подчеркиваем, да, что вот мы хорошо потрудились на сессии, да, какие-то достижения были у нас в этом процессе, поэтому достижения – важный пункт для счастья человека. Вот такая вот простая раз, два, три, четыре, пять, пятишаговая, да, инструкция, план, инструменты, да, для того, чтобы вам работать с собой над своим ощущением внутреннего счастья. По мнению основателя позитивной психологии, все эти пять элементов должны быть у вас в работе, да, на регулярной основе, то есть будет здорово, если вы все этих пять пунктов будете, да, ну, прокачивать, да, так скажем, таким словом, да, жаргоном немножко прокачивать в своей жизни. Хорошая и несложная идея для ДЗ, да, это такие маленькие профессиональные лайфхаки, и это позволяет вам, во-первых, самому, да, самой отслеживать результативность, эффективность, да, ваших действий в процессе сессии, вот эти достижения вам присваивать как специалисту и вашему клиенту. Вы представляете, приходят люди с низкой самооценкой, с самообесцениванием, с разными комплексами, никчемности, например, им очень сложно вообще за что-то себя похвалить. И тут вы им даете домашнее задание, напиши, пожалуйста, какие инсайты, какие решения, да, что ты, как потрудился на сессии, да, к чему ты пришел. И человек смотрит, сам он это пишет и думает, о, а я-то, оказывается, какой молодец, да, то есть вам не нужно об этом ему говорить, даже иногда, что вот, посмотрите, вы такой молодец, вы смогли это, это, это. Всегда глубже заходит, да, информация, когда человек сам делает этот вывод, сам этот инсайт в себе продуцирует, да, хорошо. Итак, главный принцип, да, едем дальше, главный принцип позитивной психологии, это не принцип вот этой вот бесконечно выученной беспомощности, вот у меня были такие родители, такое детство, такие условия жизни, такая ситуация, я получил травму, я вот все, я никак с этим никогда не справлюсь. А это выученный оптимизм, то есть когда вы осознанно путем тренировок учите себя мыслить более позитивно, да, в таком быть тонусе, да, в этом плане. Хорошо. И вот особое внимание, да, в позитивной психологии уделяется такому нюансу, да, что устранение причин, да, несчастья и проблем далеко не всегда, да, далеко не все, да, и далеко не всегда приходит, приводит к такому вот стопроцентному, да, состоянию, да, радости, счастья. Ведь после этого внутри человека возникает зачастую, да, если мы не используем инструменты позитивной психологии, такая некая пустота, которая вот, ну, не заполняется ничем другим, да, вот проработали вы травму, да, какую-то детскую такую махровую, сходили в регресс, и потом человек вышел, да, ну, как бы завершил этот процесс, и такой, отлично, у меня этой проблемы больше нет, а дальше что, как мне дальше жить, да, то есть еще пока нет, уже нет проблемы, но нет еще пока и привычки, да, сформированной жить и действовать, мыслить по-другому. Поэтому люди могут испытывать некую такую пустоту, и как раз инструменты позитивной психологии помогут эту пустоту закрыть. Хорошо. Так как у людей нет привычек и нет зачастую знания, как становиться счастливым, да, есть какие-то там теории, мнения, сказала соседка, одна бабка сказала, да, агентство ОБС, и мы решили, что вот если мы купим такой вот автомобиль такой вот марки, то мы станем точно счастливыми, да, или если мы купим вот этот вот колье, то мы станем счастливыми, или еще что-то там, ну, без разницы, да, это сумочка, все что угодно может быть. И мы начинаем верить, да, кто-то ведь позиционирует это, что вот купи чупа-чуп, станешь, да, счастливой сразу. И мы начинаем в это верить, и мы, у нас начинаются тоже ложные, ну, как бы вот такие ложные ориентиры формироваться, мы не понимаем, а что нас сделает счастливым, вот говорят это, мы начинаем этому верить, а может быть это. И действительно вот теряем, да, со своим истинным внутренним каким-то, да, вот ориентиром, да, и плюс это все не подтверждено фактами, не подтверждено наукой. Поэтому здорово, что позитивная психология нам дает какие-то ориентиры, да, исследует этот вопрос. И пустота, вот которая появляется после стандартного такого психотерапевтического лечения, она часто заполняется поэтому обратно деструктивными мыслями. То есть мы вот из этой ямы, да, из этой ямы мы убрали вот этот вот мусор, вот это вот все плохое, выемка осталась, да, надо чем-то эту выемку заполнить, заполнить инструмент, да, какими-то вот позитивными, счастливыми, радостными эмоциями, заведенными на привычку, через инструменты, которые предлагает позитивная психология. А не просто оставить вот это вот пустым, да, если вы оставляете это пустым, то может такое ощущение быть у некоторых клиентов такой пустоты, незавершенности, не совсем четкого понимания, да, что дальше. Хорошо, хорошо, мы с вами продолжаем. Вот, и все это, безусловно, ну такая свежая мысль, такое, безусловно, свежее мышление, потому что вот буквально еще до конца прошлого столетия психология все-таки в основном занималась устранением проблем, да, и только уже позже, да, люди задумались о том, что жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Кому нравится, да, эта фраза, напишите восклицательный знак, если вам нравится эта фраза, и вы для себя тоже, да, ее принимаете. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Действительно, да, в том числе и исторические какие-то события, да, способствовали тому, что главное было выжить вообще, да, главное было, ну, как-то вот какие-то залечить проблемы, травмы, да, чтобы как-то жить, да, после всего этого. Вот, но позитивная психология – это уже такой подход, который сторонник того, чтобы, да, вот много восклицательных знаков, спасибо, сторонница, да, позитивная психология, того, чтобы не просто жить, а хорошо жить. Ну, в принципе, уже можно, да, давайте себе это разрешим, друзья, в принципе, уже можно. Все-таки мы живем сейчас в мирное, да, время, ну, относительно мирное, но достаточно мирное, да, не в годы войны, да, слава богу, мирное небо у нас над головой, живем достаточно в достатке, да, не голодаем, да, есть помощь социальная, да, в самых крайних случаях, ну, то есть как-то вот мы живем. И хочется не просто жить уже, да, действительно уже хорошо хочется жить, да, друзья. Поэтому позитивная психология как раз на этом тоже постулате основывается. И вообще качество жизни, безусловно, нельзя повысить, лишь устранив все негативные факторы. То есть мы не можем, устранив только вот негативные факторы, улучшить значительно жизнь, сделать ее действительно такой полноценной, счастливой, да. То есть если мы убрали проблему, например, безработицы, да, но не подумали о том, чтобы каждый человек имел возможность заниматься делом по душе, мог раскрывать свои таланты, да, на 100%, и вот работать, творить состояние этого потока, получая действительно великолепнейшие максимальные результаты. То есть смотрите, что получается. Безработицу мы убрали, да, но мы не подумали, допустим, о том, чтобы работать по призванию. И тогда, да, ну или заниматься тем, что радует. И тогда получается, что у нас огромное количество людей, которые вроде бы работают, но удовольствия все равно, счастья не испытывают, да. То есть вроде бы решили проблему безработицы, но решили мы ее, но не заменили вот этой вот, да, помощью именно найти призвание, найти специализацию, да. Вот сейчас появляются центры профориентации, да, это очень позитивный такой шаг, да. То есть просто решить проблему безработицы, не создав центры профориентации, да, центры, где вас сориентируют, что вам больше подходит, где у вас к чему есть больше склонность, да, где ваше призвание, получается, что мы опять попадаем в какую-то другую проблему, да. Кому откликнулось, напишите плюсик, вот. И точно так же, да, можно сказать про болячки, да. У человека можно вылечить болячки, но не факт, что он станет после этого 100% счастливым, да, и не факт, что он станет 100% здоровым, да, если, ну, не предложить ему вместо его болезни, да, другой здоровый образ жизни. То есть здесь вот этот вот, я думаю, вам понятен, да, я надеюсь, вам понятен этот термин, что здесь понимается под «жить хорошо», а «хорошо жить еще лучше». Вот. И вот это вот, да, что хочу еще раз подчеркнуть, да, для тех, кто, может быть, присоединился чуть позже, позитивная психология — это не про то, чтобы жить в какой-то иллюзии, идеологии позитивного мышления, да, такого немножко гипертрофированного, где улыбаетесь только в улыбках каждый день, никаких не может быть других эмоций не существует, да. Вот вы должны быть на позитиве, на сейчас еще модное слово, на таком дзене, никто не знает, правда, да, до конца, что это такое, то же самое, как с потоком, много трактовок. И вот, говорить только о хорошем, думать только о хорошей мысли, и тогда будет вам счастье, да. Это не об этом, да, ну, как бы не о слепом таком следовании, какой-то модной, да, идеологии позитивного мышления. Это, ну, частичка такая, да, может быть, позитивной психологии. Все-таки психология, повторюсь, да, позитивная. Это экспериментальная наука, что такое экспериментально основанная на экспериментах, на исследованиях, на опросах, да, вот на всем вот этом, которая базируется на фактах и изучает, при каких условиях человек ощущает себя более счастливым, а при каких менее счастливым. То есть мы не говорим, что вот данные условия, да, плохие. Например, есть люди, которые вообще не любят общение с другими, да, им не нужны друзья, им не нужна коммуникация. Вот, ну, это с точки зрения позитивной психологии все-таки создает меньше, да, счастья, чем вот когда вы в коммуникации такой позитивной, хорошей, с единомышленниками, экологичной коммуникации. Да, то есть мы ничего не отрицаем. Здесь идет как бы такое измерение, что хуже, что лучше. Вот, кстати, одно из экспериментов, да, исследование самое настоящее такое мы сегодня проведем. Я думаю, что это будет очень интересно для вас. Вот, и, соответственно, сейчас я хочу вам дать такой, задать такой вопрос, вопрос-тест, и его Мартин тоже в свое время использовал и вывел тоже определенную свою, ну, такую, да, теорию, последовательность, да, такую вот статистическую информацию, как люди на него отвечают. Представьте, что у вас, да, вам предложили возможность подключения к такому специальному аппарату, да, который всю вашу оставшуюся жизнь будет вам, да, генерировать только положительные эмоции. Да, ну, то есть это безобидно и безвредно, да, ну, то есть вот не больно, да, вот, согласитесь вы или нет, вот если сейчас вам предложат такой аппарат, к вам подключить, да, с помощью которого всю оставшуюся жизнь вы будете испытывать только положительные эмоции. Вот, напишите плюсики и минусы, кто будет готов, да, напишите плюсы, кому этот аппарат подключен будет на всю оставшуюся жизнь, да, и минусы, кто откажется от этого аппарата. Это такой интересный вопрос-тест. Напишите, есть уже определенная статистика, как люди на него отвечают, такая подавляющая статистика. Напишите. Нет, вижу нет. Нет. Минус. Прочерк, да? Нет, это неестественно. Это будет неадекватно. Нет. Откажусь. Нет. Хотела бы сама вырабатывать прочерк. Откажусь. Вот, кто-то один плюс написал. Ага. Минус. Минус. Плюс. Почему бы и нет? Ага. Второй плюс. Минус. Минус. Откажусь. Минус. Хочу весь спектр чувства эмоций. Минус. Угу. Хорошо. Хорошо. Кто-то да, пишет. Нет. Угу. В основном у нас звучит нет. И действительно, когда... Да, потеряется смысл и значение хорошего. Благодарю, Мария. Действительно, Мартин выявил, что большинство людей все-таки отказываются от того, чтобы этот аппарат к ним прицепили. Да? И как вы думаете, почему, как вы думаете, почему люди отказываются? Вот. Напишите пока. Сейчас, да, я здесь сверюсь с нашим планом. Напишите пока. Почему, на ваш взгляд, большинство людей отказалось? Угу. У нас как раз остается время для практики. Угу. И для нашего исследования интересного. Да, у нас еще будет интересные практические инструменты впереди. Страх. Ответ. Хорошо. Почему еще? Не будет роста. В чем смысл жизни тогда? Угу. Не могут представить себе, как это. Угу. Хорошо. Благодарю за версии. Не привыкли к хорошему. Возможно, боятся чего-то. Страх. Хорошо. Смотрите. Мартин тоже опросил этих людей. Очень глубоко поработал, да, с ними. Узнал, да, почему они отказались. И оказалось, что люди не хотят положительные эмоции испытывать просто так. То есть людям не интересно просто так испытывать положительные эмоции. Им интересно заслужить некое право на это. Иметь некий повод для этого, да. То есть контролировать, быть осознанным, да, в этом процессе. Самостоятельно генерировать эти эмоции. То есть люди хотят активно участвовать, да. Представляете, насколько все-таки наша осознанность уже так вот подрастает. Люди, большинство все-таки хотят активно, да, управлять этим процессом, хотят брать в 100% ответственности за свою жизнь, за свои эмоции и хотят участвовать, да, в этом процессе, да, самораскрытия, да, и генерировать положительные эмоции самостоятельно. Хорошо. Отлично. И вообще тоже ученые, да, выявили, что незаслуженные, избыточные удовольствия, такие, знаете, вот с потолка, которые взялись, или вот такие допинги, наркотики, алкоголь, кто-то сигареты, да, так очень активно любят. Разные допинги, беспорядочные половые связи. Вот все вот эти вот допинги, да, они чреваты таким ощущением внутреннего опустошения и такого потери вообще ориентира в жизни. То есть на самом деле, да, этот аппарат мог бы быть неким допингом, безусловно, да, ну, может быть, без побочек, да, как в отличие от других каких-то привычек. Но итог один, да, то есть люди, когда сами не генерируют это, все-таки они зачастую, ну, как бы не чувствуют себя настолько хорошо, как могли бы, если бы они реализовывали это самостоятельно. Хорошо. И что же нам приносит еще счастье, да? Это истинное счастье нам приносит положительные чувства, возникающее в результате проявления лучших черт нашего характера, а не при помощи искусственных уловок. Да, кто-то вот писал про черты характера, про характер из вас, и это действительно так. То есть вот когда мы проявляем себя каким-то, вот, да, становимся лучшей версией себя, есть такая тоже модная фраза, когда мы себя проявляем, лучшие черты в себе взращиваем, мы получаем от этого очень глубинные такие эмоции счастья, положительные эмоции, и это очень здорово нас подкрепляет. Кто здесь единомышленники, кто готов проявлять свои внутренние лучшие черты характера, и взращивая их, испытывать счастье, управлять самостоятельно этим процессом, напишите «Я», это будет здорово. И вы спросите, а вот что это вот за какие-то, да, положительные черты характера, да, мы с ними еще поговорим более подробно, на следующем занятии. Должна вам сказать, что их строго количество, да, определено позитивной психологией, там 20 с хвостиком, и одна из таких положительных черт характера, это оптимизм. То есть все люди, да, известно, делятся на оптимистов и пессимистов, ну, есть еще какой-то такой средний вариант реалисты, но никто толком не понимает, да, что это сложно откалибровать это. Вот, а оптимизм — это такое действительно уже много исследований, да, проведено, что оптимисты, они и живут дольше, но это не главное, они живут как-то лучше, да, то есть не просто жить, а хорошо жить, это про них, и они считают, что все беды, неприятности — это временное явление, они считают, что это пройдет, да, это безопасно, проживать какие-то опыты, пусть даже негативные, и таким образом, кстати, это не сказывается в том числе и на их психосоматике, поэтому они дольше живут. Вот, и в том числе проявление оптимизма, такой вот одной из лучших, да, черт нашего человеческого характера, позволяет испытывать вот это вот истинно глубинное счастье. Хорошо, хорошо. Да, главное не фантазировать, главное не уходить в иллюзию, мы сейчас не говорим про, да, инфантильность, мы говорим про здоровый, осознанный оптимизм, когда мы не отключены от реальности, когда мы не являемся какими-то вот адептами, да, инфантильного стиля поведения и жизни, я девочка, хочу платьишко, ничего не хочу решать, да, когда все-таки мы в осознанности, в ответственности за свою жизнь, за свои реакции, видим, реально понимаем происходящее, но это черта нашего характера, где-то вот эта вот внутренняя вера, что будет все хорошо, да, она нам очень помогает. Так, у нас близится, да, подскажите мне, да, у нас близится час, да, нашего занятия, и я хочу вам дать очень классную вещь, очень классную, да, когда мы не делаем из мухи слона, очень классная фраза, кстати, да, не делай из мухи слона. Сейчас вы все сможете поучаствовать в эксперименте психологическом, это вот тоже из позитивной психологии, и эти эксперименты уже проводились в США, и были очень интересные, любопытные результаты, сейчас у нас очень большая группа, на самом деле, да, в академии, и мы сможем провести собственный эксперимент, представляете, по позитивной психологии в рамках академии. Сейчас я вам сейчас дам практику, вам нужно будет, да, ну, можете пока писать в чат, но для такого активного участия, или куда-то на лист бумаги, или в записную книжку в телефоне, либо просто запомнить, вы отправите мне в директ две цифры, чтобы я собрала потом, да, сотен вас, да, кто мне напишет единую статистику нашей академии по позитивной психологии, да, насколько мы вообще тут счастливые люди собрались, почему в личку, потому что, ну, не все хотят, чтобы видели эти цифры, да, посторонние люди, потому что это, ну, такая немножко интимная история, здесь мы руководствуемся конфиденциальностью, стопроцентной, которую я буду хранить, да, для вас. Итак, первый вопрос, на который, да, я ожидаю вашего ответа, да, смело и пишу, повторяюсь в комментарии, да, где-то себе все равно фиксируют, дублируют, да, задача ваше домашнее задание написать мне эти две цифры в директ, для того, чтобы я могла произвести подсчеты, потому что комментарии под видео не сохраняются. Итак, первое. В целом, насколько счастливыми вы себя обычно чувствуете по десятибальной шкале, да, по шкале от нуля до десяти, в целом, насколько счастливыми вы обычно себя чувствуете. Где десять, это я чувствую себя превосходно, я чрезвычайно счастливый, да, и где ноль, ноль, это совершенно, я чувствую себя несчастным, я в унынии, да, вот от нуля до десяти, первый вопрос, да, в целом, насколько счастливым вы себя обычно чувствуете, да, в целом, насколько счастливым вы себя обычно чувствуете, да. Сюда вы можете писать любые социально одобряемые цифры, да, и просьба написать мне в директ настоящую, истинную, честную, да, которую вы прям прочувствуете, да, на уровне своего тела, своей души цифру. В целом, насколько счастливыми вы себя обычно чувствуете, да, такая нужна цифра правды, да. Первая цифра, да. Вторая цифра, мы побежали цифры. В среднем, какую часть времени в процентах, да, вы чувствуете себя счастливыми. Ну, то есть, вот в течение каждого дня, да, если вот брать, может быть, год, или всю вашу жизнь каждый день, в среднем, какую часть времени в процентах вы чувствуете себя счастливыми. То есть, например, я чувствую себя счастливой на 70% в течение, да, дня, да, либо я, вот, пока в состоянии, там, может быть, лечу депрессию, некое есть уныние, и где-то там процентов на 10-15 я, может быть, и меньше, да, чувствую себя счастливой в течение дня. Напишите, да, сейчас проценты. Первый вопрос был балл от 1 до 10, напоминаю. Сейчас второй вопрос. Проценты. В среднем, какую часть времени в процентах в течение дня вы чувствуете себя счастливыми. Вот, напишите этот процент. Хорошо. Это вторая цифра, которая мне необходима для нашего исследования в рамках модуля позитивной психологии. А сейчас я вам дам... Нет, давайте я вам в следующий раз дам, а то мы сейчас подстроимся под американцев. Давайте мы сейчас проведем собственную статистику по Академии. Да, я возьму на себя этот труд, эту ответственность. Я посчитаю все ваши ответы, да, выявлю среднее арифметическое и скажу, насколько в целом ощущают себя, да, среднестатистически счастливыми студенты Академии и в среднем, да, какую часть времени в процентах они ощущают себя вот такими счастливыми. Вот. И мы сравним эти данные с данными наших, да, коллег-американцев. Посмотрим, как вот Америка, Россия, какая будет, да, ну все-таки, да, у нас есть международные, да, участники, но я имею в виду русскоязычные, да, пусть люди участвуют у нас здесь, все знают русский язык. Вот. Мы посмотрим, насколько будет вот это вот процентное соотношение играть, да, насколько мы счастливы. Среднее арифметическое просто я рассчитаю и все. То есть я сложу вот все эти баллы, все эти проценты и поделю на количество, да, участников, которые мне напишут в директ, да, Лана Боева без пробела. Хорошо. Дальше. Дальше. Давайте еще. Это для вашего самоанализа. Для вашего самоанализа. Счастье у нас связано тоже с определенными нашими ценностями, да, поэтому давайте мы проведем такой вопрос-тест на ваши тоже ценности, да. Я вам сейчас зачитаю сферы жизни. Вы их себе запишите сейчас. Коллеги, сейчас важно записать себе сферы жизни, которые я озвучу, и потом распределить их циферками, да, для себя. Это уже не нужно мне отправлять. Я вам дам расшифровку в следующем уроке. Первая цифра, о чем в целом, насколько счастливыми вы себя обычно чувствуете по шкале от 1 до 10 в первом тесте. Так, второе у нас идет, да. Так, сферы жизни нужно будет проранжировать по степени их значимости в вашей жизни. И на следующем уроке я дам вам, как в целом у нас на планете, да, это Земля. И вы посмотрите, насколько вы отличаетесь от Земля. Может быть, вы вообще с другой планеты прилетели, но я шучу. Вот, насколько с общей массой у вас сочетаются, ну, вот, ваши приоритеты по жизни. Это тоже очень интересно узнать, вот, вашу индивидуальность, где какие у вас будут, вот, отличия. Итак, проанализируйте указанные сферы по значимости в вашей жизни. Диктую. Первое. Социальные ценности и нормы, жилищные условия, семейная и домашняя жизнь, жизненный уровень, социальные отношения, здоровье, работа, деньги и цены. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Социальные ценности и нормы, жилищные условия, семейная и домашняя жизнь, жизненный уровень, социальные отношения, здоровье, работа, деньги и цены. И проранжируйте. На следующем занятии я дам вам еще больше информации по позитивной психологии. Постепенно будем переходить к техникам, к инструментам. Дам вам расшифровку вот этого последнего теста на ценности. Вы узнаете, как в общем мировом масштабе распределились ценности. Это будет очень любопытно, да, для вашего анализа. И я дам вам среднюю статистику, да, эксперимент по позитивной психологии проведем в рамках нашей Академии. Вот, ценности запишу вам еще под этим видео, да, когда сохранится эфир. Обнимаю вас, желаю вам отличных успехов в Академии. Приходите на супервизии обязательно, если у вас идут какие-то затыки, проблемы во время консультирования, или вы контактируете с воображаемым неким клиентом, да, и уже там имеете затыки. Да, для новичков, кто еще даже не прикасался и боится, да, консультировать, это будет все очень ресурсно, полезно. Поэтому обязательно практикуйте, обязательно все это делайте в практике. Я завершаю эфир для того, чтобы он сохранился. И ценности эти я обязательно запишу под видео. Так договоримся, чтобы у вас сохранилась эта информация. Благодарю вас за внимание и желаю успехов. Всего доброго!